всем привет начался сезон замечательный сезон тыквы я хочу предложить вашему вниманию осенний такой марафон я его называла тыквенный марафон это когда в течение недели я буду каждый день выкладывать видео где в рецептах будет присутствовать тыква и сегодня я хочу вам предложить очень вкусный сытный ужин это блюдо готовится в горшочках и запекается все в духовке вообще это блюдо можно собирать за типа типу пиццы но основополагающие здесь всегда будет картофель тыква обязательно мясо и конечно сливки это прекрасное сочетание этих продуктов все уже остальное вы добавляете по вкусу у меня сегодня будет картофель тыква это грибы лесные свои сушеные сливки обязательно это мясо это птицы это бедро индейки филе затем у меня остался свой один помидор лук перец свой мороженый и чеснок и теперь будем собирать горшочки значит на одну укладываю мясо это филе индейки мясо я просто посолила сванской солью больше ничего не делала мясо я кладу достаточно много потому что мы мясо любим и тем более для мужчины это очень важно затем я укладываю картофель картофель я тоже режу не крупно и не мелко затем укладываем тыкву тыква у меня тоже брусочками порезана примерно так режу также как и картофель таким же размером затем у меня замоченные я полчаса назад замочила лесные грибы я их разрежу на небольшие кусочки и тоже добавим доделаю эти горшочки ребенку конечно я грибы не кладу это только для взрослых аромат очень и очень вкусный потому что это белые грибы сушеные собирались сами затем укладываем лук перец болгарский его даже можно не размораживать вытащили из морозилки и сразу же можно закладывать и немножко помидора совсем чуть-чуть затем добавляю чеснок я его не режу не тру а просто раздавливаю лезвием ножа и укладываем кто это не любит потом его можно будет вытащить затем берем сливки и разбавляем чуть-чуть водой не сильно сливки я использую 10 процент на этого достаточно и как раз уже сливки я подсаливаю если вы заметили что овощи я не солю только у меня соленое мясо и я подсаливаю слегка сливки и размешиваю все и заливаем овощи вот как сказать сколько нужно залить жидкости здесь уже я на глаз делаю я не заливаю их полностью чтобы они покрыли а вот примерно вот так жидкости потому что если вы зальете слишком полную то овощи еще дадут весь свой сок и у вас жидкость а будет вытекать в эту в духовку поэтому вот такой красивый горшочек с овощами и с мясом получается замечательно так накрываем крышкой не смотрите что их здесь чуть чуть больше чем по плечике овощи утушатся и будет вполне достаточно эта порция как раз для одного взрослого человека еще раз говорю что эти горшочки собираются по вкусу то есть уже горшочек для ребенка я буду по-другому собирать я сейчас покажу то время пока вы собираете горшочки наполняете продуктами нужно будет разогреть духовку пускай она греется и выставить ее на 180 на 200 градусов будем теперь собираем горшочек ребенку на дно я укладываю картофель ребенок изъел желание без мяса поэтому мясо не кладу затем тыкву укладываем кусочек я положу сливочного масла совсем маленький кусочек вот такой этого будет достаточно немножко перца болгарского и помидор так еще захотел он с горошком это мороженый горошек с огорода мой смотрите как он прекрасно получается в мороженом виде горошин как горошина он очень любит я ему готовлю и супы добавляю очень красиво как свежий добавляем гору я еще хотела добавить цветную капусту или капусту брокколи но не захотел поэтому остановимся на этих продуктов на этих продуктах и заливаю также сливками забыла еще положу в нашем во взрослые горшочки перец чили совсем-совсем немножечко вот по такой крохотулечки каждый горшочек потому что очень ядреный вот и все это два горшочка для взрослых это для малого вот такая красота получается делается готовится очень все быстро сейчас мы накрываем я готовлю горшочки накрывай это твой горшочек между прочим посмотри ты с горошком хотел накрывай свою горшочкой и так накрою там все вкусное давай закрывай духовку ставлю на 200 градусов и буду выпекать примерно 30-40 минут но я там буду смотреть уже по готовности у меня осталось добавить перец чили совсем чуть-чуть главное не переборщить потому что очень живучий молодец спасибо блюдо готовилось около 40 минут в духовке посмотрите какая красота получается зелень я посыпаю только свежую это кинза 2 взрослых горшочка посыпаю а детские нет потому что ребенок зелень кинзу не любит блюдо получается очень ароматное сытное и вкусно отличный вариант для обеда или для ужина что очень удобно что горшочек порционный каждому подается вот такой горшочек и один взрослый человек им вполне может наесться еще один плюс подачи такого блюда что горшочки долго сохраняют тепло поэтому блюдо долго не остынет тыквенный марафон будет проходить в течение недели каждый день я буду снимать видео с рецептами в составе которых входит тыква так что подписывайтесь на мой канал ставьте колокольчик оповещения чтобы не пропустить новый рецепт всем пока рецепт всем пока